Всех приветствую! Многие спрашивают, а что там с Audi? Ты, наверное, уже продал? Нет, я все еще владелец этой Audi. Просто нечего снимать, пока она не ломается. Но вот сейчас уже есть поломочка, которая требует срочного вмешательства, так как перестали снова работать задние лампочки. То есть все, кроме стоп-сигнала, перестало работать. В том числе поворотник, задний ход и габарит. Я уже разбирал фару. Там, как у многих встречается, обуглился контакт с земли. Поэтому сейчас буду ремонтировать. Вот так вот сейчас выглядит контакт с землей. Как видно, он уже окислившийся. Зачистка не помогает. Буквально через день снова появляется ошибка. У меня уже была проблема с этой фарой. Я менял стоп-сигнал, потому что у меня не было вот такого вот окисления. И не работал реально только светодиодный стоп-сигнал. Ну и теперь придется отдельно ввести землю. Ну все, дополнительно провод прокинул, сюда вел. Единственное, землю я взял вот здесь, на этом болту. Сейчас этот кобель уложу и все, в принципе, отдельно земля кинута. И еще одна вещь, которую, наверное, стоит поменять в этом автомобиле, это аккумулятор. Потому что он до сих пор стоит родной, ну уже 10 лет. И когда автомобиль не запускался, двигатель около 4 дней, заряд на MMI показывает около 30%. Но пока что она, тфу-тфу-тфу, ни разу такого не было, что не завелась ни с первого раза. То есть она всегда заводится и аккумулятор, наверное, все-таки до весны дотянет. Я очень надеюсь, если очень сильных морозов не будет. Поэтому с аккумулятором там тоже есть нюансы. Потому что его нужно прописывать вакуумом, соблюдать какой там ампер-час у него объем и какой пусковой ток. Многие говорят, что тысячу ампер брать не стоит, так как можно спалить сортер. Поэтому надо искать какой-то менее мощный аккумулятор с меньшим пусковым током. По поводу объема нужно брать, скорее всего, либо 95, либо 105 ампер-часов и прописывать соответствующим серийным номером. Тоже это все делается через VCDS. Но об этом тоже, если я буду менять, я расскажу как можно подробнее. Далее, что планируем снимать, это задняя левая дверь у меня перестает иногда открываться. Моторчик издает странные звуки. Это тоже распространенная проблема. Постараюсь об этом поподробнее снять. Но, не знаю, буду ли ремонтировать моторчик, но моторчик бэушный стоит 500 рублей. Я, наверное, просто возьму какой-нибудь из рабочих, если этот сломался. Новый стоит около десятки. Вот, дальше какие-то планы по поводу этой машины. Доживают свое уже сайлентблоки подрамника. Тоже их планирую поменять. Но, скорее всего, займусь это в мае уже. Когда будет тепло, хорошо, солнышко. Сейчас зимой это вообще абсолютно неохота заниматься. Тем более, ничего не стучит, ничего не гремит. Еще проблема была у меня. Один из рычагов, который я уже менял, у него надорвался сайлентблок. И подвеска немножко скрипела, как телега при повороте руля. Я уже думал, все, рейка уже, все, уже перепробовал. Но, поддомкратив немножко переднюю часть машины, увидел эти трещинки, побрызгал туда силиконовый смазкой такой довольно-таки густой. И все, я уже езжу месяца два. Да, уже два месяца езжу точно. И ничего не скрипит. То есть, скорее всего, придется сайлентблок поменять. Ну и, конечно же, в планах поменять задние пружины, так как они обе, один виток уже потеряли. И, наверное, поменять передние амортизаторы. Ну, до кучи. Вместе с задними. Ну, чтобы полностью уже быть уверены в подвеске. И чтобы все было хорошо наслаждаться поездкой. А так, в принципе, езжу, просто заливаю бензин и ничего с машиной не делаю. Поэтому ничего не снимаю. Как появится что-то интересное, обязательно выложу на свой канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.